Итак, у меня постоянно спрашивают, а зачем это мне нужно, а зачем мне необходимы все эти аппетиты, митинги и т.д. А зачем мне все что нужно, а почему, а для чего? Вы просто себе представьте, что человек невиновный, такой же, как мы с вами, находится в тюрьме, его пытают жестоко ежедневно уже в течение 10 лет. Этот срок даже убийцам и то этот срок не дают. И все знают о том, что он невиновен. Он невиновен и... И... То есть, правда... Вот... Мне... Просто вот... По... Человечески как-то... Вот... Это все вот... У меня вот... Водитель где-то стоит и... Я не знаю, как это объяснить, но... Это все очень жестоко, это все очень негуманно, это все очень бесчеловечно и бездушно. То, что делает... Что делает... Наш... Диктатор. А это делает именно он. Именно он... Именно с его, так сказать, разрешение, либо же позволение ему... Вернее... Вернее... Мухтар... А... Инвалидность... Представили... Как бы... Лишь только... И... По... И... Его велению... По... В... 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 Roberta... Себя Себя... М... Млит... Уже... Не знаю... Уже... Не знаю, это такое блин... Абсурдно... И то есть... Вот мне, мне, мне очень-очень жрака муфтара, это правда, это же, я не знаю, это не, мне почему быть такой сволочью последним, таким ублюдком последним. Таким тьмом, не знаю, самым последним, самым последним тьмом, чтобы не дать человеку попрощаться с мамой. Это что такое? Это что за дела такие? Я не поняла вообще. То есть, когда его мама умирала, она умирала в том году, она умирала. Она умирала, чтобы ей с сыном увидеться под водой. А тут эта сволочь последняя. Я просто не могу это себе представить, что необходимо иметь внутри, чтобы быть таким бездушным. Это что, что необходимо иметь внутри, чтобы быть настолько бездушным? Это что такое? Да видишь, это просто... И вот вчера-вчера я смотрела эфир, я смотрела на муфтара. Я... Блин... Это... Было так ужасно. Так ужасно было... Смотреть, что... То, что... Ему всякую... Ему там... Говорят о том, что в тебе войска, он... Не... 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 Раскаемся... Ну... Ну... А в... В чем он должен раскаяться? И... И... Если он... Не... 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 Человек надорваешь, и все. Ну, я не знаю, я просто... Это человек бездушный, аморальный. Человек очень такой... Очень... Сморазмом уже... Это 100% у него уже в голове не то. Он, вчера, ну, просто открыто продемонстрировал, что вот он Бог. Что вот он Бог, а вот все мы, это какие-то, там, не знаю, это какая-то грязь. Да, какая-то абсолютно для него все мы рабы. Для него. То есть... Я просто не могу так в стороне оставаться, когда все это происходит. Я так не могу лично, я так не могу. Я не знаю, как вы, но... Я так не могу. Я, да, я так просто не могу. Это же просто вот ужасно. Это просто негуманно, тогда, когда бедный Мухтар, он знал о том, что его не отпустят. Отпустят. Он знал это, потому что... Потому что... Шау вообще охерел он. Он уже окончательно охерел. Вот, что я могу сказать. Что он окончательно уже охерел, понимаете? Охерел он. Он охерел от своей беднократности. Он охерел от власти абсолютной. Абсолютная власть... Она... Абсолютно... Р... Развращает. И... Он... Он... У... 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 Если бы Муфтар, к примеру, Уксауба там, все миллиарды этого мира даже есть так, то в мире же есть гуманность, гуманность же есть гуманность. Такое слово, как гуманность, такое определение, как гуманность, гуманность человеческая гуманность, она же есть и есть же в мире она. Я не знаю. Я не знаю, чего вы боитесь. Я не боюсь. Я не боюсь. Потому что это так все ужасно, это так все нечестно, несправедливо тогда, когда эти выборы как блин, как будто как-будто 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 как-будто. Как-будто как-будто все мы идиоты выборы были, то есть. Больше бы как-будто. Вот, все мы какие-то идиоты, какие-то без ума, у нас как будто бы, вообще, мы как будто бы овцы все. Ну, это же ужасно, это же без, чего я вечно так делать, так поступать. Это же нечестно, все эти выборы, значит, все эти репрессии, не знаю, за все что угодно. Вот я вот, к примеру, вышла я одна, я была одна, с плакатиком была, одна, одна я вышла, одна. Я одна, приехало семь полицейских машин, семь, на меня одну, я одна, и тут какая-то армия полицейских, на меня одну. Ну, это же вообще какой-то абсурд, это абсурд, это называется абсурдом. И, то есть, знаете, что? Вот, я просто не понимаю, как вы можете оставаться в стране тогда, как вы, да, вы знаете о том, что у нас творится в Китае, что у нас происходит в тюрьмах пытье. Пытье, пытье происходит. Бесчемечести, жестокие пытье происходит в тюрьмах. Изнасилование в тюрьмах происходит мужчин, причем мужчинам. Их опускают, да, да, вообще. Это так ужасно, это слишком ужасно, чтобы оставаться в стране и быть равнодушными к такому. Я вот так вот не могу, как вы, вот так вот, писать о том, что вот, все плохи, у вас плохая, у вас такая, да, вот, он такому насекомому плохой. Вот эти дебилы, эти, 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 эти идиоты. Ну, ни хрена при этом не делать, ну, хотя бы, хотя бы, необходимо выйти на пикет хотя бы. Ладно, окей, там, будет там ваш штраф какой-то очень мизерный. Ладно, вы его заплатите. Ну, от того, чтобы хоть что-то сделать, это принесет плоды. Потому что сегодня вышел один тюрьм, завтра два, а потом все выйдут. Вот так вот это все происходит. Я правда, я просто не понимаю, как можно бояться одного человека. Сумасширить человека, причем он смешается, понимаете? У, 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 у него уже мостом раз, 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 разлагается. Вот, реально, я не понимаю это. Реально. Да, я видела, что слышали Дуванов и Тулесов. Да, я видела, молодцы. Вот, видите, вот, к чему все это ведет к тому, что, 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 что сегодня они, их не арестовали. То есть, они просто вышли, сказали свое мнение, их при этом не арестовали, ничего с ними не было. Вот, вот, к чему приводят вот такие вот пикеты, как бы, к тому, что, 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 по взятиям, они чуть-чуть умнеют, как бы, как бы, их умнеют, конечно же. Потому что, разумеется, все это идет сверху, понимаете, сверху. Не от полиции, а именно сверху. Потому что власть у нас вертикальная, вертикальная, понимаете. Да, я в Астане. Я в Астане. И завтра вот, вот, выходу на пиццет. Не поймите, не знаю, как хотите, можете это назвать. Это будет в районе Экспо в восемь часов вечера. Если кто хочет, тот браком, можете прийти с плакатом, как я. И я поприду с плакатом, к примеру. Мне показалось, что это либо что-то план, либо импрометование. Нет, нет, просто власть уже одумалась, наконец-то, что нельзя так просто арестовывать людей, задерживать их. Власть, наконец-то, хотя бы чуть-чуть одумалась, хотя бы чуть-чуть, понимаете. Так, в общем, вот так. Я всего лишь хочу, чтобы отпустили невиновного человека. Он же абсолютно не виноват. А у него отобрали 10 лет жизни. Вы только задумайтесь, какой это срок. Это слишком большой срок. И все знают о том, что он невиновен. Вообще, в какой стране мы живем, чтобы вот так вот все это происходило? Это слишком ужасно. Слишком. Я вообще так вот не могу. Не могу. Почему вы резко решили начать оппозиционную деятельность? Потому что в начале этого года это коснулось меня. В начале этого года была открыта дискриминация в отношении меня. То есть я думала так. Я думала о том, что что, что, что. Вот типа что, что, что. А у нас же есть суды. У нас есть правосудие. У нас же есть конституция. У нас же есть права. А их оказалось, что нет. Оказалось, что у нас суды херовые, у нас РУВД херовое, у нас все херовое оказалось. АП херовое, КПМ херовое, все это все херовое. АП херовое, прокуратура херовое тоже. А все у нас оказалось прогнившим. Вот почему я якобы и спала в депрессию, а потом я была в больнице. А потом у меня были мысли о суициде. От того, что я... От того, что... Я не знаю, я отомновала, какая же я ничтожная перед всей этой системой власти. Что закон, он вообще у нас не работает. Абсолютно не работает. Суды у нас абсолютно как бы... А вот вообще не при делах. Вот почему я стала прям таким оппозиционером, можно сказать. Вот почему. Потому что это коснулось меня лично. Понимаете, да? Это коснулось меня. В общем, все. Я объяснила... Зачем это мне? И я объяснила все вам. И... Я думаю, что... Что вы... Вы все прекрасно поняли. Я думаю. Ну ладно. Всем пока. Всем вам желаю хорошего вечера. Или ночь. Или утро. Если у вас утро. Или дня. Если у вас день. Всем хорошего. Так, завершите. Спасибо. Спасибо.